Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в пятницу, за богослужением, читается Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 1 по 8. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. ПЕСНЯ 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 Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. ПЕСНЯ В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали Ему, «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им, Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебопредложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. На обратном пути в Галилею в одну из суббот Господь проходил со Своими учениками через засеянные поля. Примечательно, что фарисеи почти везде и всегда следовали за Иисусом Христом, отслеживая каждый его шаг и придираясь ко всякому нарушению их обычаев и преданий. Следовали они за Спасителем и теперь. И когда увидели, что проголодавшиеся ученики его срывали колосья, растирали их руками и ели зерна, тотчас же заметили. Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. Христос в ответ на обличение фарисеев процитировал им события из Ветхого Завета, изложенные в 21 главе Первой книги царств, и повествующие о том, как Давид и его спутники, гонимые Саулом, пришли в Новму к священнику Ахимелиху и просили у него хлеба для утоления голода. У священника не было простого хлеба, и потому он дал Давиду хлебы-предложения. Хлебами предложения назывались 12 хлебов, которые клались каждую субботу на особом столе из массивного золота. Сначала в Схине, а после в храме перед Господом от сынов Израилевых. Эти хлебы как бы предлагались Богу, перед которым были положены, и потому получили название хлебов предложения. Каждую субботу их заменяли новыми хлебами, а снятые должны были есть священники на том святом месте, где они были положены. Борис Ильич Гладков пишет, «Если мучения голода, которые испытывал Давид, заставили первосвященника нарушить закон о хлебах предложения, если таким образом помощь ближнему в нужде выше соблюдения буквы закона, как милость выше жертвы, то и ученики Иисуса, утоляя свой голод зернами из срываемых колосьев, могли нарушить закон субботнего ничего не делания в том его виде, как понимали фарисеи». Затем Господь открывает источник несправедливого осуждения. Это ложное понимание требований закона Божия. Если бы фарисеи понимали, что сострадательная любовь к страждущему выше преданий и обычаев, то не судили бы невинных, срывающих колосья ради утоления голода. «Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма», – замечает Господь. Архиепископ Оверкий Таушев поясняет, «Не человек создан для субботы, а суббота дана человеку для его пользы». А то, что закон о субботе не является запрещением что-либо делать вообще, видно хотя бы из того, что в храме священники по субботам закалывают жертвенных животных, снимают с них шкуры, готовят их к принесению в жертву и сжигают. И они, однако, невиновны в нарушении субботнего покоя. А уж если служители храма невиновны в подобном нарушении, то тем более невиновны служители того, кто выше храма и кто есть Господин и субботы, властны отменить субботу так же, как он ее и установил. Как видно, все внимание фарисеев было направлено на одни только жертвы и установленные преданием обычаи. Фарисеи перестали понимать, что суббота дана человеку для достижения высших нравственных целей, для проявления своей любви к ближним, для совершения добрых дел. Они забыли, что нельзя приносить в жертву букве закона то, что составляет цель и назначение человека. А потому Спаситель замечает «милости хочу, а не жертвы». Этими словами он научает тому, что высшее служение заключается не в принесении жертв и разных других обрядовых действиях, ради которых отменяется суббота, а в делах милосердия и любви, которые должны быть выше обрядовых действий. Александр Павлович Лопухин замечает, «Милость ставилась выше жертв даже в ветхозаветном законе, данном, соответственно, жестокосердию евреев. Тем более она должна ставиться выше жертв теперь, когда большее в сравнении с ветхозаветным законом наступило. Осуждение невинных со стороны фарисеев происходило не вследствие незнания ими Писания, но от недостатка сердечной любви». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, призывают нас задуматься о том, что можно усердно читать Священное Писание, знать его наизусть, но не понимать его истинного смысла. Нам же остается помнить, что добрые поступки, проявление милосердной и сострадательной любви и служение ближнему превыше всего. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Продолжение следует...